здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня поговорим о прекрасном о культуре о том что может каждый себе найти в городском округе люберцы потому что речь у нас пойдет самых интересных так называемых активностях которые имеют отношение непосредственное отношение к программе губернатора московской области которая называется активное долголетие вот об этом и вообще о неких культурных планах поговорим с двумя участниками нашей сегодняшней программы это дмитрий фильм руководитель культурно-досугового центра октябрьский и светлана смирнова режиссеры этого же культурно-досугового центра октябрьский еще руководитель ансамбля дети войны это еще не все звания и должности потому что много чего приходится вам выполнять дмитрий вопрос сразу же вам как руководителю программа связана с долголетием в разных регионах стартовала еще до пандемии и она как раз ее вот она набирала темпы в тот самый момент когда пришла пандемия и многие насколько мне известно региона как бы одну не то что отказались а положили ее на дальнюю полку но раз вы у нас в гостях значит программа работает в московской области расскажите у нас работает полным ходом более того раз уж коснулись пандемии у нас и в пандемию мы онлайн у нас шли уроки по физической культуре группа здоровья они же упражнения делали прямом эфире шли в социальных сетях у нас преподаватель этой активности лариса анатольевна прибыткова которая на право она проводит их онлайн и по сей день они эта активность у нас она прижилась в онлайн формате тоже то есть они у нас занимаются приходит два раза в неделю в центр группа здоровья 2 сейчас очно очно но и в то же время два раза в неделю мы выкладываем уроки онлайн правильно понимаю слан что тот случай когда пандемия в какой-то степени добавила еще одну возможность да когда мало того что очно это когда делают все вместе с руководителем а потом но утренняя зарядка своеобразная или вечерние там какие-то на утренние верно да и вот три раза теперь в неделю по-прежнему лариса анатольевна записывает дома эти зарядки утренние мы выставляем и причем как только однажды мы чуть-чуть сбавили темп нам сразу стали писать а где заряду мы привыкли вернуть мы вернули оказывается да оказывается у нас в округе но и по и по области очень заинтересованы были именно в этих уроках когда мы прекратили потому что очень на занятия начались нам задали вопрос да где же это прекрасная зарядка которая потому что удобно и вот согласитесь что со многими людьми мы общались здесь и понятно что очно ничто никогда не заменят там в обучении до либо это дети начиная с детского садика до заканчивая студентами но тем не менее какие-то формы до заочного обучения или вот заочного такого участия в этой самой активности сейчас нам расскажете что это такое это полезная история я думаю что выкладывание вот таких вот своеобразных занятий лекций там еще и продавать потом это можно будет понимаете ну хорошо светлана теперь вопрос к вам как к режиссеру вот режиссер целого центра и появляется вот новые так такое задание что нужно придумать наверняка какую-то программу и так далее вы с каким чувством вступили на путь вот этой программы активное долголетие у нас она дело в том что была вы знаете когда нам объявили дорогие друзья теперь у нас будет программа активное долголетие то надо создавать кружки создавать мероприятие для людей 65 плюс нам что-то надо менять нет вроде бы у вас и так все хорошо ну добавьте допустим каких-то больше мероприятий ну программа все равно же надо сделано представлена знаете как уже давным-давно прижились такие рассказы о традициях народных вот сейчас наверняка тоже скажут делать мероприятия не у нас уже есть то есть мы часто собираемся как раз нашими вот участниками активного долголетия так скажем и делаем чаепитие вот вчера вот только что прошло такое чаепитие мы разбирали макаре в день вот рассказывали об этой традиции вчера на макаре в день всегда пекли пироги вот мы принесли пироги кто какой чай до к чаю каждый поделился рецептом и мы просто вспоминали какие традиции были к говорке пословицы что-то нужно делать а что-то не нужно делать да правильно да вчера нельзя было работать да вчера было нельзя надевать черный цвет обязательно надо было в красках а и все всегда смотрят какая погода на этот день вот вчера была чудесная погода что погода любой день да и поэтому весна будет теплая а вот так понятно ну хорошо итак вы были подготовлены да у нас давно уже очень существует хор но раньше он был у нас в рамках хора ветеранов да сейчас сожалению уже мало ветеранов осталось у нас хор родные напевы существует уже с десятого года вот ансамбль дети войны уже у нас более пяти лет потом она в этом все активности вот в этом часа дэнграм об активностях то есть более конкретно эти таким научным языком терминами мы поговорим но я хотел просто обратить внимание что почему вообще как вы считаете эта программа появилась ведь насколько мне известно одна из главных ее цель помочь людям которые ну кто-то остался один до либо дети уехали подальше занимается своими делом некогда кого-то может быть там у детей еще нет внуков или вообще недалеко находится то есть для чего эта программа вообще существует поддержки все правильно для поддержки людей которые возможно ну как-то остались одинокими в силу того что дети выросли живут далеко а так они объединяются они все едины своим интересам еще они друг друга приводят да то есть быстро работает сарафанное радио что есть такая возможность чтобы они были вовлечены чтобы они были вовлечены в творческую жизнь потому что они как выясняются эти люди они всю жизнь пели они всю жизнь и вот наши ансамблисты начинаешь им играть частушки они без остановки могут петь часами и мы сидели на лавке кто-нибудь идет моему раз частушку 2 а на праздниках так вообще начинали петь и пока уже петухи не запоют мы поэтому это очень естественно что люди вовлечены именно в этот процесс а более того у нас еще есть активность такая компьютерная грамотность это как раз помогаем людям старшего поколения в онлайне быть чтобы можно было ну воспользоваться услугами в том числе они у нас очень быстро зарегистрировались я могу сказать что если человеку хорошо объяснить мы знаем примеры огромного количества людей весьма зрелого возраста далеко за 60 лет которые становятся потом звездами интернет интернета до работают в соцсетях а кто же там их свои активности интернет активности поэтому это все вполне возможно что еще раз доказывает не возраст важен да важно какое-то желание но вот тут возникает вопрос ведь некоторые люди стесняются то есть вот это в них есть но они как-то стесняются прийти вот что вы делаете для того чтобы как-то рассказать об этом приходите к нам опять же то есть как идет процесс привлечения внимания вот этих людей которых иногда надо подтолкнуть но иногда это действительно и сарафанное радио мы говорим расскажите вашим друзьям с кем вы общаетесь во дворе приводите к нам приводите на концерты и так у нас несколько раз было сначала люди приходили раз на концерт 2 потом говорит ну я наверное приду все таки к вам так стесняюсь захотелось за как-то у вас так весело и интересно и хорошо дмитрий скажите а какой возраст примерно если мы говорим сейчас вот именно именно об активном долголетии то есть у него есть какие-то параметры этого возраста но это граница женщины 55 плюс мужчины 60 плюс заряд пенсионный возраст вот этот который теперь у нас до называется там или да все он надежь пока принимал раньше что был пенсионный поэтому наверно до 54 года вы его не возьмете возьми возьми конечно же возьмем у нас есть работающие женщины вот в хоре родные напевы вообще очень много работающих женщин пенсионного это и программа долголетия и просто те люди которые тоже участвуют уже в устоявшихся коллективах которые есть как говорят молодость этот некий недостаток который со временем проходит поэтому конечно же мы их берем рано или поздно они станут теми самыми другой до 100 лет на пенсию насколько дмитрий вот эта программа она ведь она на всю московскую область работает есть какая-то помощь какие-то вы связи с другими регионами с другими дворцами культуры назовем это так или культуру учреждениями культуры может быть какие-то фестивали планируются в каких-то они проходят фестивали проходит постоянно по московской области более того в городском округе люберцы очень тесно мы связаны мы постоянно нашими коллективами выступаем в других культурных центрах здесь какие-то любилец приветом из городского округа берутся на просветительском центре постоянно бываем там большие программы всегда проходят по одним долголетию в нашем учреждении непосредственно центре культуры семейного досуга тамилина но про наш культурный центр вообще я у нас на каждом концерте принимает участие наши коллективы это и дети войны и родные напевы поэтический клуб у нас есть диск мы же записали альбом мы выпустили этот альбом да он вышел 75-летию победы мы готовили ну издали их 7 76-летию потому что но 75 лет у нас как раз получилось вот это самая пандемическая история но тем не менее диск вышел вышел на вышел очень это круто ли рады да знаете стал даже востребован потому что нам наши участницы говорили что где они показали свой альбом попросили его взять чтобы крутить именно на мероприятиях посвященных 9 мая то есть это ну и вообще для людей такое ощущение что вот ты участник настоящего альбома настоящей записи тоже тоже статус под видео и видеоклип сняли видео клипы вообще это такая радость была я там сам снялся в основной роли тоже это очень было интересно и сам процесс но и результат тоже на любвиевском телевидении он я казан хотел спросить светлана тут же еще психологический такой момент важен у кого-то хорошо получается у кого-то получается плохо скажем так или чуть-чуть хуже но кажется что хорошо получается а вот ей или ему не додают какого-то внимания вот как вы психологически решайте эти вопросы потому что все-таки люди в таком возрасте что иногда им кажется что они все умеют сказать что касается ансамбля дети войны у нас есть замечательный бессменный такой вдохновитель надежда алексеевна лымарь вот большое ей спасибо она вот у нас как знаете раньше вот был комиссар отряда вот она у нас некую такую роль вы держит порядок до комиссара отряда хорошо прорабатывает психологически ну что давайте во второй части мы поговорим с вами собственно об активностях потому что она смотрит наверняка эти люди которые захотят к вам присоединиться почувствовать можно ли в одной активности участвовать или можно в нескольких вы об этом расскажите после небольшой паузы эта программа открытый диалог дождитесь напомним что эта программа открытый диалог студии николай пивненко сегодня у нас в гостях дмитрий филин руководитель культурно-досугого центра октябрьский и светлана смирнова режиссер этого же центра еще к тому же руководитель ансамбля дети войны это еще не все работы которыми занимаются наши сегодняшние гости и теперь вопрос такой к дмитрию вы сказали что у вас пять активностей во первых почему это такое вот название какой-то такой немножко чиновничьи не пугает она в общем-то тех кто приходит и говорят вот выбирайте активность и они как-то сразу начинают мы понятно что речь идет о программе губернатора московской области активное долголетие но давайте сейчас разберемся что это за активность ну у нас активности это у нас два хора первый хор это дети войны там у нас я постарше люди у нас вот а хор родные напевы там у нас участники уже такие предпенсионного пенсионного скажи так все желающие да и все желающие том числе там более многочисленного душа поет более многочисленная группа потом у нас значит я прошу проще рука здоровья вот еще вот про хор то есть это люди которые приходят еженедельно да на нахрене как как проходит эта встреча как три раза в неделю они два раза в неделю то есть это репетиция потому что надо репетировать ведь программу какую-то они устраивают и руководители следят за тем чтобы это все работало так вторая активность хор родные напевы это вот но это все эти две активности из пения это то что пение касается затем у нас есть группа здоровья лариса анатольевна прибыткова у нас ведет группа здоровья тоже очень она у нас хорошо востребованная много очень участников танцевальные занятия есть но что-то наподобие аэробики есть растяжка у них есть занятия с мячом с палками и танцуют они у нас замечательно по окончании за эти танцуют потом у них обязательно лариса анатольевна проверяет пульс давление чтобы быть в норме чтобы никто лишнюю нагрузку все не дал следующая у нас начата компьютерная грамотность вот это интересно до компьютерная грамотность у нас все желающие кто кому нужно какую-то помощь получить каких-то допустим там выйти в госуслуги почту электронную сделать себе попереписываться либо зарегистрироваться в социальных сетях ну как уже у нас сюда это у нас в библиотеке у нас в культурном центре из библиотека это у нас сотрудники библиотеки ведут вот эту активность компьютерная грамма можно записывать даже если индивидуально то все равно позанимая индивидуально да но это скорее индивидуально и проходит у нас есть у нас еще поэтический клуб поэтический клуб так там люди приходят которые пишут стихи или те которые которые любят вообще поэзию приходят читают пишут и авторы приходят и в гости к нам авторы приходят тоже но эти встречи приурочены каким-нибудь датам календарным ну либо с поэтами связаны либо события либо схеме вот к примеру у нас в детях войны есть тамара семенцова она очень любит и очень хорошо читает стихи и она например учит иногда стихи наших местных авторов и ждать их потом на мероприятиях уже таких более значимых продвигает продвигает автором что одно дело написать стихотворение другое дело донести его да и автором конечно очень приятно есть авторы которых уже нет живых но детям очень приятно мы вот записываем отсылаем ну то есть тоже можно да записать какой-нибудь потом диск что-то типа такую до стихи возможно сборник и даже и я так понимаю что существует какая-то отчетность у вас да как тоже должна заканчиваться но не то что ли там промежуточная вот как это происходит то раз но у нас электронную отчетность вели уже вот сколько несколько лет есть приложение куда вы заносите все мероприятия да да не загружением и участники приходят социальными картами так как но они уже пенсионеры они приходят социальными картами и по системы nfc как карту когда прикладывают также прикладываем карту к телефону и участник отмечается в этой активности по этого преподавателя преподаватель заходит под своим логином паролем и это может делать преподаватель или администратор то есть все очень технологично все очень технологично также как и сейчас воплощается в жизнь система единой записи электронной в дома культуры сейчас вот эту систему вводят чтобы через госуслуги можно было записаться в любое в любой кружок дома культуры ну вот у нас мы даже в пример ставим наш ансамбль дети войны они можно сказать в передовиках первые освоили эту программу установили себе приложение зарегистрировали горды и показывают они все сами поняли разобрались ну вот еще так понимаю что помимо того что люди приходят петь приходят например заниматься физической активностью да есть еще вот чаепития какой-то видимо рукоделия как-то люди еще этим заниматься они у нас такие они же суток они хранят можно сказать истинные ценные традиции вот к примеру у нас могут вышивать гладью вышивать крестиком рушники и скатерти вышивают а вот такие огромные просто изделия шикарный вот а вот кстати на мне прямо на вас это вот надежда наша григорьева она очень хорошо вяжет она и себе вяжет ну и по запросу по заказу можно сделать даже такую небольшую выставку до каких-то мы делали и участвовали выставках и даже занимали места почетные как раз тамар своей со своей вышивкой гладью причем у нас есть еще мастерицы которые вышивают бисером не вышивают картины очень огромные как это было модно когда-то популярным какие-то годы скажите пожалуйста то сейчас смотрят возможно до потенциальные участники вашего проекта до или проектов вот как записаться то что сейчас мы даже немножко можем их спугнуть вот этими какими-то электронные вложениями и так далее вот человек хочет прийти в хор например что ему нужно для этого сделать прийти в хор просто прийти в наш центр администратор все расскажет хотя без снега скажет во сколько подойти человек нам придет позанимается пробно если понравилось то мы уже сами все объясним как записаться и поможем и часто приходит записываться как вот идет ваш какой-то учет периодически появляются новые люди иногда конечно приходят на несколько занятий потом горит ось тут как-то вот мне тяжеловато наверно вот у меня дыхание как-то вот сбивчиво не получались тех кто приходит каждый раз да на каждую постоянно ходят те кто вот наши уже старожилы они без пропусков я их всегда детям в пример ставлю вот у них как бы там не чувствовали они себя нога не нога как говорится как на работу я приходят и говорят что после занятия все они уже здоровы есть сожалению одно но нужно обязательно разрешение врача справка нужно для занятий в группе здоровья обязательно нужно справлюсь что нет противопоказаний что нужно сделать нужно сходить в поликлинику взяли шагу как она называется или может быть вот ну врач должен сделать заключение что нет противопоказаний заниматься в группе по здоровью это не спортивная а на хор цена дана на хор тоже нужно тоже нужно врач смотрит состояние связок и делать заключение что нет противопоказаний заниматься пением ох как это тоже важно расскажут если человек сейчас нас не не вышел то администратор да да они же ходят записываются они могут посмотреть пробное занятие но вот что касательно группы здоровья посмотреть потом они сходят к врачу врач дает заключение что нет противопоказаний или железно да но еще такой важный момент если человек думает что он умеет петь а на самом деле он не умеет пить ему же надо как-то красиво сказать что вот вы лучше идите в кружок рукоделия или научите или нет петь можно научить способности можно вот а это быстро получается от природы но кому-то надо да да это включается чуть позже но на самом деле когда в ансамбле да мы приглашаем всех я не думаю что кто-то прям так сильно уж испортит ну давайте мы еще раз напомним значит пять активности которые у нас существуют это хор 2 вернее да то есть перческая активность такая исполнительская вторая назовем ее такая артина танцевальная до 3 это активность которая называется компьютерная грамотность четвертая активность это который называется клуб 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 и 5 акции еще у нас есть кандидатская ходьба но мы об этом говорили она у нас рамка группы здоровья тоже ну это именно ходьба то есть можно природе по лесу да это целая такая история у нас тут был разговор об этой ходьбе но я так понимаю что вы люди сами творческие безусловно это сразу видно и слышно и для того чтобы ну пожелать наверное успеха всему проекту и всем тем кто нас смотрит во первых наверняка ваши постоянные участники вашей программы их родственники их скажем так болельщики до своей стороны а также для тех людей которые возможно придут к вам мы подготовили небольшой сюрприз сегодня да вот но есть такое произведение по-другому низко то гимн можно даже так сказать вот скажите почему вот мы этой песни завершаем нашу сегодняшнюю конечно мы желаем всем нашим участникам активного долголетия мы желаем именно этого активного долголетия поэтому песни конечно многие лето поехали многое лето да да многое лето многое лето да 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 спасибо большое многое лето и вам дмитрий филин руководитель культурно-досугового центра октябрьский и светлана смирнова режиссер этого же центра руководителя ансамбля дети войны мы благодарим вас надеемся что рано или поздно мы из вот этой вот пандемийной истории мы уже потихонечку выходим добавятся еще какие-то активности приходите нам и рассказывайте ну а наши телезрители если у вас появилось такое желание вы сможете еще раз увидеть или пересмотреть нашу программу или просто прийти в культурно-досуговый центр где вам все объяснят если вы действительно решили немножечко разнообразить свою жизнь верно спасибо спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а